Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как русские празднуют День Победы в Великобритании. Приуроченный к 9 мая автопробег по английским дорогам представляет из себя колонну автомобилей, украшенных георгиевскими ленточками, какими-то надписями «Спасибо деду за победу», раскрашенный в российский триколор. Вся эта колонна колесит по дорогам Англии, привлекая к себе внимание. Так русские жители собираются вместе и делятся семейными историями военных лет, о которых им рассказывали их деды. Кроме того, в 12 часов дня у памятника советским гражданам, которые погибли в годы мировой войны, проходит официальная церемония с участием посла Российской Федерации в Лондоне. Этот памятник был установлен в Лондоне 9 мая 1999 года, недалеко от Имперского военного музея. Композиция работы скульптора Щербакова представляет собой трехметровую фигуру женщины, которая держит над собой колокол, а у подножия памятника гранитная плита со словами памяти. В 12 часов дня начинается торжественная церемония с выноса знамён. Ветераны, которые живут на данный момент в Лондоне, выносят флаги победы. Звучит торжественная речь посла Российской Федерации и других гостей мероприятия. Туда приезжают все советские комьюнити, то есть организации, которые представляют страны Советского Союза и возлагают венки к подножию памятника. Я тоже приезжаю туда с цветами, обычно покупаю хризантемы и возлагаю цветы уже после того, как мероприятие заканчивается. И обычные люди, которые приехали отметить День Победы и почтить память погибших, возлагают также цветы к памятнику. А после этого проходит такая неофициальная часть, когда русские, это, наверное, единственное мероприятие, где русские встречаются, общаются, знакомятся. И начинается такой некий фуршет, где представлена кухня различных стран Советского Союза. И там можно набрать себе на тарелку какие-то пирожки, плов, пюре с мясом. И также выпить 100 грамм фронтовых. Я единственный раз оставалась на этот фуршет в прошлом году и, наверное, впервые в жизни выпила водку в Лондоне. Там был такой маленький стаканчик. Это, кстати, очень хорошо согрело меня изнутри, потому что был ливень, и мы после этого с подружкой бежали на Трафальгарскую площадь, где в 2 часа уже начинается бессмертный полк. Люди с портретами своих дедов, которые воевали во Второй мировой войне, идут парадом от Трафальгарской площади к Вестминстру. В 2 часа они собираются на Трафальгарской площади и начинают свое шествие. Англичане, конечно, удивляются, восхищаются, что за акция такая, против чего протестует народ русский. Они удивляются, но по пути русское сообщество идет и рассказывает британцам, которые заинтересовываются в этом параде, что это за акция и почему она проходит 9 мая. Потому что в Великобритании, в принципе, День Победы считается 8 мая, и у них также проходит парад Победы рядом с памятником Кенатаф 8 мая. Я на нем никогда не была, я вообще недавно узнала, это называется Европейский День Победы, V.E. Day, то есть Victory European Day. Если я когда-нибудь попаду на Британский День Победы, я вам тоже о нем расскажу. Акция «Бессмертный полк» в России началась совсем недавно, может быть, даже и 10 лет нету. В Лондоне она проходит с 2015 года, и каждый год я стараюсь попасть хотя бы на «Бессмертный полк». Конечно, не всегда получалось, потому что когда-то были уроки, которые я не могла пропускать как студент, но чаще всего снимала для своих новостных агентств, потому что этой акцией интересуется весь мир. В прошлом году мы шли парадом. Я, конечно, впереди шла и снимала, как поют Катюшу. Вот посмотрите, как это было. «Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на Крутой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на Крутой. Выходила на берегу заводила, На седьмого сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чего не смотрела, Про того, которого любила, Про того, чего не смотрела». Обычно бессмертный полк доходит до Вестминстра, Где народ останавливается И уже начинает общаться неформально между собой, И потом расходится. В том году что-то происходило у Вестминстра, Там дела по Брекситу решались, Акции протестов. Поэтому мы остановились уже на парламентской площади. И там я тоже поснимала русских людей, Которые тоже пришли пообщаться между собой, Вспомнить героев войны, Рассказать истории своих семей И отметить День Победы. У нас в Петербурге сегодня прошел Военно-воздушный парад Победы, Который я смогла заснять со своего балкона. Встроенными рядами несколько групп Военных вертолетов, самолетов, истребителей Пролетело над центром Санкт-Петербурга, Отмечая тем самым 75-летнюю годовщину со Дня Победы. Конечно, много людей жалуются на то, Что сейчас во время пандемии Не стоило бы тратить на это деньги. Я считаю, что Военно-воздушный парад Это не такое уж убыточное мероприятие. Военные все равно Тренируются на своих каких-то Аэродромах. Почему бы им не пролететь Над городом, И не поздравить Ветеранов Великой Отечественной войны С праздником Победы. Все-таки мы должны помнить О том подвиге, Который наши деды совершили, И благодаря которым мы сейчас живем. Да, пандемия, да, коронавирус, Да, бюджет на это уходит, Но все-таки, Если бы даже не было пандемии, На это ушло бы намного больше денег, Потому что сам парад военных На площади отменили, И, скорее всего, уже, наверное, И не будет проходить. Ну, как бы сказали, Что перенесут на неопределенный срок. Ну, какой там неопределенный срок? День Победы должен состояться 9 мая. А так пишут, Что поднять один военный самолет Стоит бешеных денег. Я не думаю. В Великобритании, допустим, Каждый год проводится Неимоверное количество авиашоу, Причем бесплатных. Я часто посещаю Бормут-эйшоу. Это в конце августа проходит. Я о нем тоже скоро расскажу. И там летает огромное количество Истребителей, военных самолетов И вертолетов. И я не думаю, Что огромный бюджет Тратится на такие вот авиашоу. Военным надо показать себя. Военным надо где-то тренироваться. Почему не сделать это В качестве подарка Ветеранам Второй мировой войны. Конечно, да, над городом страшновато. Если пролетают истребители, Не дай бог упадет что-то, Кто-то не справится с управлением, Это, конечно, будет трагедия. В Британии летают все-таки над морем. Но об авиашоу я буду рассказывать позже И покажу вам, Какие новейшие британские самолеты Я видела на этих авиашоу. Дальше смотрите, Как проходил День Победы в прошлом году. А я не прощаюсь с вами. Говорю вам до свидания. До новых встреч. День Победы в прошлом году. День Победы в прошлом году. Он мечтал, он мечтал Вновь увидеть мать И жену опаленной груди прижать. Он мечтал на заре По стекной росе Вместе с сыном пройти по весне. Бережно донес, грусть берез. Понесла, как море широко Воды вешняя река Сквозь века, сквозь века. Аплодисменты Аплодисменты Остан День Победы века День Победы века Продолжение следует...